В Якутии появится мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история». Федеральный проект по строительству сегодня реализуют в 25 регионах страны. В Якутске строительство павильона на 9 тысяч квадратных метров идет полным ходом. Парк будет расположен на территории, где в будущем должен появиться комплекс «Земля-Ланхо». На днях с ходом работ на объекте ознакомился председатель правительства республики Евгений Чекин. Подробности далее. Объект представляет собой новый тип музейного комплекса с мультимедийным оборудованием. В музее будут представлены важнейшие моменты истории России. Посетив исторический парк, гости и жители столицы смогут в одном месте проследить весь исторический путь России. От древних времен до наших дней. Экспозиционное пространство музея будет заполнено мультимедийной выставкой, посвященной Великой Победе, царствованию Рюриковичей и Романовых. Важное место в музее займет и рассказ о истории Якутии. Сегодняшние привыкшие к компьютерам, к мультимедийной технике молодые ребята быстрее будут считывать эту информацию уже не по документам, а непосредственно зрительно, скажем так. Звуковой ряд там очень большой. Строительство ведется строго по графику. На сегодняшний день строители возводят второй этаж. Основные строительно-монтажные работы завершены. На стадии завершения находятся работы по перекрытию. Затем строители уже приступят к заполнению наружных стен, утеплению цоколя и чердачного перекрытия. На территории будут выполнены благоустройства. Основным застройщиком для нас является РДР-групп. Подрядчиком или основным производителем работ является Якути-цемент. Аудиторией исторического парка станет в первую очередь молодежь, а также все интересующиеся отечественной историей. Порадовало, а именно то, что уже с самого начала здесь будет возможность проведения мероприятий на якутском языке. И, соответственно, наши школьники, студенты в первую очередь могут в полной мере погрузиться в ту историю, которую прошла наша страна, наша республика. Для посетителей парка будет предусмотрено не менее 100 парковочных мест отдельно для автобусов и машин. Поскольку раньше на этой земле не велись никакие работы, для пожарной безопасности на территории парка будут свои емкости для воды и газовая автоматизированная котельная. Мультимедийный исторический парк в Якутске планируют ввести в строй до 1 октября этого года. Саргалана Федорова, Гаврил Дьячков, НВК Саха, Якутск.